Всем привет! Продолжаем ходить по улицам Петербурга, смотреть дома Подольской 16, архитекторы Гришович, год постройки 1901-1907, стиль модерн, доходный дом Рыбина, 1901-1907 год, Гришович Борис Иванович, 1883 капитальный ремонт. В 1902-1908 годах владельцем дома был Матвей Федорович Рыбин, председатель бесплатной столовой для бедных. В 1908 году здесь показывают живущим Федора Матвеевича Рыбина, потомство почетного гражданина, подрядчика строительных работ, казначей общества пособия рабочим, пострадавшим при постройках, богодельной для престарелых женщин и единоверческой Никольской церкви. В 1917 здесь показывают владельцев дома потомство на почетную гражданку Александру Константиновну Крюкову. Я пользуюсь данными сайта CityWalls. В октябре 1912 дом перешел по владению семьи Крюковых, потомство на гражданина Александра Тимофеевича и его жены Александры Константиновны, рожденной Степановой. Последним же революционным владельцем дома стал инженер-технолог Григорий Львович Ройтман, директор завода сжиженного светильного газа Blackhouse, купившим участок с домом 1 декабря 1916 года. В этом доме жили 1112 и 1917 скульптор Громов, скульптор, модельщик, мастер художественной лепки, художник-реставратор, резчик по дереву. За более чем полувека профессиональной деятельности выполнил большое число ответственных архитектурно-декоративных работ. В 1134-1135 год здесь жил поэт Инги Юрий Алексеевич Инги, советский поэт, прозаик, моряк, журналист, историк, сотрудник газеты «Красный Балтийский флот» в Таллине, отец генетика, академика Сергея Инги Вечтомова. Имя Юрия Инги означалось в списке заочно приговоренных к смерти ненавидевших его гитлеровцами. После освобождения Таллина были обнаружены соответствующие документы гестапо. Посмертно награжден медалью за оборону Ленинграда. В 1902-1909 жил архитектор Лешневский. Александр Львович Лешневский, русский архитектор, представитель модерна и неоклассицизма, умер в эвакуации из блокадного Ленинграда в больнице Ярославля в 1942 году. В 1111-1113 годах здесь жил гражданский инженер Рыбин. Под некоторым данным перед революцией в доме жил художник Петр Исаакович Геллер. Портретист умер в 1933 году. Вот такие данные я нашел на сайте Сити Волос по адресу Подольская, улица 16. Пока-пока, до свидания.